привет родные сегодня хочу сделать небольшой эксперимент эксперимент будет заключаться в том стоит ли вообще восстанавливать катушку которая уже немного потрескалась вот видим здесь трещина здесь внизу трещина здесь какая-то мелочь тут вообще пиксик от штуцера кстати из топливной рампы у меня улетел вот он оказывается где остался лежать может это его кстати пробивала в целом то более-менее живая катушка но простреливала у меня именно вот здесь сейчас вот видео вам покажу я немножко заснял вообще понятное дело не такая дорогая вещь чтобы ее ремонтировать хотя как для кого то есть у меня деньги есть купить поставить не проблема но не у всех есть деньги и многие на задаются вопросом стоит ли заклеивать насколько это поможет не поможет поэтому для вас я сделаю такой эксперимент свою катушку я же конечно скорее всего через какое-то время заменю но именно эту я сейчас почищу заклею и поставим посмотрим именно во влажную погоду была проблема что простреливала поэтому почистим проверим где вообще была проблема где видны трещины какие заклеивать опять таки я буду вот загонял сейчас купил эпоксидный клей для металла четырехминутный он непрозрачного серого цвета почему именно им я видео уже снимал и в подтверждение кстати вот я иногда воспользоваться вот таким эпоксидным клеем не знаю что за он вообще белорусские российские китайские непонятно но заклеил я им всеми известны нам вкг и вот что из этого вышло видите по бокам везде масло она просто чилась вот масло то есть сам клапан все уже но сейчас отломается поэтому вывод в чем не всякий эпоксидный клей подойдет именно вот этот эпоксидный клей он не боится различных химических реакций различных и вот здесь написано что выдерживает высокие температуры и давления а также стойки к воздействию агрессивных жидкостей то есть ему не страшно когда он высохнет ему не страшно не масло не растворители ему абсолютно все равно поэтому эту штуку тоже переклеить буду и заклеивать катушку именно этим клеем погнали берем щеточку растворитель и аккуратненько все вычищаем так ну более-менее отмыли мозги наши катушки снимаются несложно две защелки отвертки все легко снимается тут также всякой грязи все вычищаем вот эти вот все контакты вот радиатор чека также очищаем здесь тоже чтобы хорошо все прилегало потому что эта болванка еще является радиатором который охлаждает нашу катушку и здесь должно быть все плотненько прилегает чтобы теплодача была хорошей итак все красиво отмыли смотрим трещина здесь трещина вот здесь поперек здесь все красиво здесь красиво красиво ну и трещины снизу трещина посередине самой катушки и здесь по контуру даже не трещины отслоение то есть резина слоилась вот внешние резины как пользоваться клеем я уже рассказывал обязательно за шкурное место где будем клеить обязательно его проходим растворителем ацетоном в общем чем-нибудь обезжириваем затем смешиваем два компонента клея и и слоем намаза миллиметр 2 то есть как где получается чем толще тем лучше клей на с 4 минуты то есть принципе через четыре минуты уже высыхает и можно производить с ним какие-либо действия но но в идеале на авто ставить уже можно через пару часов наждачку берите покрупнее у меня вообще 80 к по моему то есть нужно сделать глубокие царапины вот на этой резине на пластике чтобы хорошая адгезия клея было замешиваем наш клеек двухкомпонентные катушка готова зачищена обезжирена масса вот такая вот серенькая должна у нас получится клей стыня достаточно быстро поэтому хорошо и перемешиваем и сразу же начинаем наносить так ну что заклеил катушку где только мог все видимые невидимые трещины где были большие трещины там приличный слой миллиметров 5 вообще сделал и не означает тоже по контуру везде прошел не совсем красиво главное чтобы это все дело у нас работала самое интересное пока я закончил последний элемент сделать все уже клей полностью высох все нужно 4 минуты как бы прошло и уже ничего не берется даже вот толстые слои в принципе катушка готова часок-два можно подождать для полного высыхания и можно идти устанавливать проверять сегодня я катушку установлю завтра утром обещают холодную погоду небольшой морозок то есть влажность будет и с утра я посмотрю как я заведусь и как будет работать двигатель у меня были основном проблемы по четвертому цилиндру то есть здесь четкая искра вы видели на видео было но я запущу васю и посмотрю пропуск и зажигания во всех цилиндрах и на холодную и во время езды ну что катушка на месте пропусков нигде никаких не видно работает слышим мотор исправно пропусков нету мотор работает на холодную и пропуска зажигания ни одного так ну вот смотрите открываем пятнадцатую шестнадцатую группу и смотрим все четыре цилиндра вот я подгазовываю прогазовываю и на холостых работа двигателями и газуя до 45 тысяч даже и все без проблем все четыре цилиндра работают отлично за всего двигатель перешел на газ слышали обычно на газу проблема усугублялась пропусков нет вообще не знаю ребята насколько хватит этой катушки еще и когда я поменяю если кому-то интересно пишите в комментариях буду по факту отвечать сколько пробежал на этой отремонтированной катушки но сейчас видим то есть без проблем все работает двигатель уже прогрелся пропуска зажигания не слышно не видно двигатель не трясет поэтому вот какой заклеить все трещины залепить их решает проблему не знаю насколько надолго но проблема ушла то есть пропуска зажигания нету как я понял было именно проблема то что катушка пробита снизу и поэтому катушку пробивала на металл именно снизу соответственно по металлическим болтам искра прилетала на этот болт и пробивала на четвертый высоковольтный провод и поэтому четвертый цилиндр у меня постоянно отказывался работать пропуске сжигания по нему были я повторю это временный ремонт я не знаю насколько его долго хватит ну то есть я все равно ближайшем времени поменяют свою катушку я о своем автомобиле заботюсь но как временное решение для вас я сделал такой эксперимент поэтому лайк вместо спасибо и до новых встреч пока ребят